добрый вечер дорогие друзья и сегодня у меня не совсем музыкальное видео скорее даже вообще не музыкальное на прошлой неделе состоялся финал конкурса треков который мы проводили совместно с music магом за что им отдельное спасибо за классные подарки для победителей и основным условием для этого конкурса это то что нужно было использовать только синтезаторы от компании teenage engineering и использовать мои сэмплы которые записал специально для этого конкурса спасибо огромное еще раз всем кто участвовал ну а сейчас я покажу небольшие фрагменты трех наших победителей ну и как и обещал что всем участникам я отправлю вот такой вот стикер пак кстати если зайти в сторис инстаграма выбрать гифки и там в поиске набрать сэмплик то вам выпадут вот эти самые стикеры но уже в анимированном виде мне показалось что этого пока будет недостаточно для посылки и я решил добавить в него вот такие оригинальные самодельные принты о которых сегодня и пойдет речь так что это видео скорее для тех кому было бы интересно узнать как сделать вот такие замечательные принты со своим личным дизайном ну и сегодня я буду рассказывать про такую технику под названием линогравюра для открыток я решил использовать вот такую акварельную бумагу плотностью 200 грамм на квадратный метр она довольно прочная и самое главное если на ней написать что-то ручкой то с обратной стороны и и будет не видно для начала мне понадобится три листа сейчас я их размечу и разрежу на небольшие карточки складываю три листа вместе и разрезаем макетным ножом теперь получившиеся половины режем на маленькие прямоугольники мне показалось это хорошим таким удобным небольшим форматом и вот с трех листов получается довольно таки большое количество ну а теперь переходим к самому интересному это линогравюра я использую специальную краску так как она очень густая и хорошо прилипает вот кусочку линолеума так что в любом художественном магазине думаю ее можно будет без проблем найти этот тюбик с краской я купил несколько лет назад когда начинал увлекаться печатью но из-за того что у меня был большой такой перерыв в линогравюре она довольно таки хорошо высохла поэтому ее приходится смачивать капелькой воды краску нужно хорошо раскатать валиком вот я к примеру использую стекло чтобы потом было удобнее его мыть когда я достал коробку со всеми необходимыми инструментами то вот обнаружил в ней такую старую печать на которой изображена кассета мне очень нравится как она выглядит когда отпечатана на бумаге поэтому я решил использовать эту печать для моих открыток но проблема в том что этот кусочек линолеума со временем также высох и потерял свою эластичность поэтому принты не до конца пропечатались да и размер этой кассетки на такой маленькой бумажки выглядит очень большим конечно же такой результат меня не устроил и я решил вырезать ее заново подобрав нужный размер у меня уже были отрисованы эти кассеты векторе я их закинул photoshop и вот так на глаз подобрал три размера все отправляем на печать для этого мне нужен принтер но если у вас его нет то можно свой эскиз нарисовать на бумаге потом объясню как с ним работать готово получили наше изображение и теперь просто вырезаю по контуру чтобы посмотреть какой размер лучше подойдет для открытки конечно эту процедуру можно было сделать и фотошопе перенеся туда размеры открытки но вот такой подход мне показался более наглядным потому что эти эскизы можно по прикладывать к открытке и посмотреть как это будет выглядеть в живую больше всего мне понравился размер вот маленькой кассеты поэтому будем делать его ну и чтобы перенести эскиз на линолеум будет достаточно обычного карандаша главное его немного под затупить чтобы он не был очень острым но вот здесь я сделал небольшую ошибку потому что надо было с обратной стороны рисунка заштриховать все белое пространство карандашом и уже приложив на линолеум обводить вот то что пропечаталась принтером а я сделал наоборот я обвел то что напечаталась принтером и положил вот этой стороной на линолеум и уже обводил с другой стороны вот надо по-другому но надеюсь вы поняли что я имел ввиду но вот мой ошибочный вариант тоже вполне сработал у меня припасен вот такой вот специальный кусочек мягкой резины он конечно подороже чем обычный линолеум но и работать с ним намного приятней а это вот мой помощник видите тоже хочет начать делать принты но я тебя потом как-нибудь лёв научу если ты будешь смотреть это видео в общем моем случае я прикладываю той стороной где заштриховывал карандашом а сверху обвожу по контуру ну и карандаш с обратной стороны очень хорошо отпечатывается на резине но если вы будете использовать линолеум то и на нем он тоже отлично отпечатывается я использую вот такие три разных штихеля они отличаются только толщиной реза у меня маленькая средняя и вот большая сам процесс вырезания очень медитативный поэтому здесь главное не торопиться я вот сейчас покажу кусочек в обычной скорости чтобы вы понимали как это медленно происходит но потом ускорю мне здесь нужно вырезать все что не карандаш то есть вот зеленую поверхность и обычно я начинаю с контура чем мне нравится техника ли на гравюру вот в таких домашних условиях это то что и можно начать заниматься уже буквально вот сегодня достаточно будет приобрести вот минимальный набор инструментов и найти какую-нибудь классную идею для принта и по сути у вас дома такой вот получается маленький завод по производству эксклюзивных авторских вещей здесь я формирую контур чтобы потом отрезать нашу печать от основного куска резины вот кстати использую самый большой штихель конечно с этим специальным материалом намного удобнее работать чем с обычным линолеумом так как он тонкий и его очень легко прорезать насквозь с контуром закончил теперь перехожу к внутренним деталям если соберетесь делать свои печати то рекомендую крутить заготовку вокруг ножа вот как сейчас я делаю а не нож вокруг заготовки так намного удобнее теперь перехожу к самому сложному это вырезание вот этих маленьких ямок здесь самое главное не повредить наш контур ну вроде все получается вот не спеша потихонечку она все как-то прорезается это последний элемент который нужно вырезать и наша печать практически готова осталось немного прибраться еще раз прохожусь по контуру и снимаю все лишнее все теперь печать готова и можно ее отрезать все что не вырезано покроется краской и отпечатается на листе так как с этим материалом из которой сделана печать я еще не работал поэтому обязательно нужно сделать тест промакиваю в краске и аккуратно прикладываю к открытке когда я делал печати из линолеума его приходилось чем-то очень сильно прижимать либо прокатывать вот таким вот валиком потому что он очень жесткий и здесь я решил попробовать такой же метод но из-за того что эта резина уже слишком мягкая этого делать было не нужно так как весь рисунок просто размазался да ну зато я теперь знаю сколько силы нужно прикладывать чтобы получить идеальный принт то что нужно вообще посмотрите все четенько линии не подтекают а вот этот принт что снизу это как раз старый линолеум делаю чистовой первый принт и он отличный вот видите опять ровненько все запускаю производство в конкурсе треков участвовало 15 человек поэтому мне нужно сделать 15 принтов ну еще с запасом тоже сделаю на всякий случай проверка качества все готово теперь можно переходить к написанию именных писем да конечно давно я так много не писал но это было очень здорово потому что когда я заполнял эти конверты и видел что участники моего конкурса из других городов стран и даже континентов у меня просто захватывала дух было приятно представлять что это письмо с наклейками и принтом когда-нибудь дойдет до получателя и он когда его откроет я надеюсь что улыбнется ну а идея с принтом мне пришла не сразу а после того как я уже написал какое-то количество именных открыток и понял что на них чего-то да не хватает и сейчас допечатаю недостающий элемент выглядит отлично вот как раз хороший пример насколько плотная бумага 200 грамм ручку с обратной стороны видно только на просвет ну а так как будто бы чистый лист бумаги и если вы получите это письмо то напишите пожалуйста об этом мне в комментариях или в инстаграме чтобы я просто знал что они хоть кому-нибудь дошли и за что я люблю способ ли на гравюры это то что все принты хоть и одинаковые но все равно имеет свою уникальную особенность где-то что-то не допечаталась где-то перепечаталась в общем каждый принт имеет свой уникальный рисунок все с печатью я на сегодня закончил теперь можно помыть все инструменты и хорошо что эта краска легко отмывается обычной водой ну и как говорится вишенка на торте это классическая подпись нумерации всех принтов в конкурсе участвовало 15 человек поэтому каждая открытка имеет свой индивидуальный номер конечно нумерация принтов в оригинале обозначает тираж печати и что конкретно этот принт уникальный и больше такого тиража никогда не будет но в моем случае эти цифры обозначают количество участников в данном конкурсе теперь главное разложить именные открытки в именные конверты и не перепутать а то это конечно будет провал все готово теперь осталось отнести их на почту и надеяться что эти письма когда-нибудь дойдут на ютюбе очень много видео по поводу этой самой техники так что для тех кто заинтересовался рекомендую ознакомиться с более профессиональными уроками ну а я надеюсь что это видео кого-то вдохновило на создание вот таких оригинальных вещей поэтому буду рад узнать ваше мнение насчет вот такого вот неожиданного формата ну что ж музыкального вам настроения и всего самого доброго ваше мнение насчет, неожиданного формата, неожиданного формата, неожиданного формата как